Дорогие друзья, французский стрит продолжается и давайте сразу к теме. В предыдущем ролике про французов мы оставили наших незадачливых енотов-путешественников на платформе станции Мюлуз, одноименного города. Сама просто пипец какая распрекрасная поездка наконец-то позади. И если кто-то не смотрел сам процесс телепорта из Парижа в Мюлуз, гляньте, но никогда сами не повторяйте подобное, ибо он просто не нужен. Так вот, в Мюлузе нам нужен был, нет, не фотограф из Португалии, но Кутидю Трейн, крупнейший в Европе железнодорожный музей, посвященный истории развития французских железных дорог и не только, а расположенный на самой окраине пресловутого Мюлуза. Про музей джентльмен узнал с газеты «Сельская жизнь», где корреспондент Гризель на все лады расхваливал это место и лично директора музея господина Хабса. Вот дословно. У всей господина Хабса это первоклассные павильоны со всеми удобствами, первоклассная ресторация с первоклассным поваром командой Крюгер, первоклассные площадки для осмотра локомотивов и первоклассным поворотным коробкам. Здесь вы можете первоклассно отдохнуть, первоклассно покушать и первоклассно провести время в первоклассном обществе. Имеются первоклассные билеты разной цены. Поэтому неудивительно, что наши еноты на всех парах бежали туда, дабы самим подивиться на первоклассные павильоны. Чтобы джентльмен понимал, эта точка едва ли не крупнейшая в Западной Европе. И вообще, Кутю Дютрейн входит в десятку самых больших железнодорожных музеев мира. Нет, мы бежали даже еще быстрее. Примерно вот так. Станция Мстера, 138, 138. Шунты, второй шунты. Ладно, купили билеты, 13 евро сноса, ну это нормально. И сейчас вы сами увидите, как сумели измудриться французские товарищи. Начнем с древних париков. Сразу чувствуется атмосфера. Круто, да? Можно по-разному относиться к паровозам, но посмотрите, какие старомодные машины сохранили для истории местные ребята. Они попилили их в металлолом. Например, оригинальный парик от 1847 года, да еще называемый Сюзанна. Как говорится, Сюзанна сила Лайфбейли. Не, лучше вот так. А самый древний паровоз в этом музее выпуска 1844 года. Вот в таких условиях пацаны и работали. Но 12 часов до Лянгасова, к примеру, с грузилом. Зимой на такой площадке шаркнешься, пожалуй. Смотрите, аппарат от 1911 года. 232 серия, Балтик. Красный – это тепло от сгораемого топлива. Синий – водица, а белый – пар. Понятно теперь, откуда взяли идею питерские товарищи. Рядом зачетная модель. Даже огонек в топке горит. В наличии QR-коды, чтобы узнать об экспонатах побольше. Очень красивая машина с необычной колесной формулой. В 1954 году, если мы правильно прочитали. Так же, как и в Питере, можно почекать паровоз снизу. 1954 года. Сереж, только смотри вещи там, ладно, чтобы они там. Сейчас я пойду снизу. Заметьте, даже фонари буферные светятся. И вся нужная подсветка присутствует. Все очень чистое и блестящее. Скамейка. Походу с R9 скрутили. Привет Блуфи и товарищу Сходцеву. Знатокам МВПС. А вот эксклюзив. Потрясная модель. Электрооз серии R2D2. Нет, просто R2D2. В разрезе. Кляньте, даже есть схемы силовых цепей, где подписаны все машины и аппараты. Электрооз, который украсил бы собой лаборатории любой дортехшколы. Наблюдаемая машина постоянного тока со скоростью до 130 км в час, мощностью 2625 кВт и выпускаемая с 1926 года. Французы понимают важность воспитания в человеке качества инженера и конструктора. Это прекрасно видно по экспонатам, осмотренным выше. Давайте заоценим еще один павильон, где выставлены отдельные электрические машины и аппараты, имеющие отношение к вышесказанному. Да и просто надо полагать историческую ценность. Настоящая образовательная площадка, где все наглядно. Го прямое включение. Вот генератор, который приводится. Вот он. Всякий механизм и все. 1955 год. Вот еще, видите, тоже какой-то. Тресарматор огромный. Какие еще. Какие еще дичьи. Он тебя будет рад двигаться. С колесной парой. Это вот, я не знаю, может и гнетроны какие. Возможно, это вы приметили, наверное. А этот экспонат поначалу даже немного напугал. Однако все по порядку. Вот внутри этого вагона. Э, что со светом? Товарищ, машина. Вот, типа мы едем, смотри, нифига себе. Смотри, смотри, как трамвай на вагоне. Видал? Охренеть. Вот он, ребят, он тусклый, я понимаю. Но это, походу, одни из первых трамвая. Вот так это выглядит вот тогда. Вот свет, ярчество, нормально. А то уж прям вообще. Вот блухи от тебя. Старинные вагоны метро. Как мы потом узнали от господина Хабса, этот вагон второго класса, от поезда парижского в метро, марки Спрэк Томпсон, которые работали на линиях с 1908 по 1983 года, модернизируясь на протяжении 75 лет. Ну, а вот вам, друзья, президентский вагон 1925 года. Salon Presidente PR1. Вагон поезда Президиума Французской Республики. Что круто, имеется приступочка, как, впрочем, и у многих других экспонатов, с которой можно поделиться на интерьеры. И, кстати, довольно скромно, как по мне. Друзья, то, что вы сейчас видите, первый зал, так называемый. Города поездов. Здесь собраны самые примечательные экспонаты, повлиявшие на развитие французских железных дорог. И не только. Посмотрите, весь зал в полумраке. Только точечно лампочки и фонарики. Но это отлично добавляет атмосферности. Как будто ты не в музее, а ночью в депо. Прекрасно инсталировано в это великолепие пение сверчка. Размещено много манекенов, которые разговаривают о своем, о женском. Слышны всякие индастриал-звуки, гудки, моторы и стук колесных пар. Можно отметить еще большие экраны, расположенные по периметру зала. На них демонстрируется кинохроника и документальные фильмы, рассказывающие об истории железных дорог. Один из самых интересных и необычных экспонатов – паровоз, который не смог. Если без стеба, эта часть экспозиции посвящена использованию железных дорог Франции во время Второй мировой войны. Этот локомотив 140А-269, 28-го года выпуска, показывающий, как бойцы французского сопротивления в годы войны подрывали парики, чтобы немцы не перегоняли их в Германию. Ну, смотри, как его распотронило, медали. Вот так, вот, чуваки. Убить целый паровоз. От тебя гуляет развлекли, что ли? Вот, смотрите. Кабио-будка-машинисты. Вот, видишь, что-то настоящий парик уронили. В каком музее вообще такое увидите? Вот он, где-то зарылся в землю. Ты посмотри. Посмотри, что делается, а. Сорян, напугался. А рядом ненавистная любому железнодорожнику снегоборьба. Щит. Роторный снегоочиститель. Американской. 1908 года. Он приводился в действие не электромотором, а паровой машиной. Ее можно наблюдать в разрезе. А сзади чудо-штуку толкал паровоз. Во Франции такой снегочист работал с 1909 по 1971 год. В основном на железных дорогах центрального массива. Впечатляет, конечно, размеры музея. На осмотр всей коллекции требуется очень много времени. Друзья мои, пора выйти из сумрака на светлый свет. Но смотрите, самые прикольные машины мы приберегли для второй части нашего трипа. Но в первый покажем вам весьма занятный аттракцион. Тарам! Вот на этой колеснице мы прокатимся. А в конце сломаем ее. Так что не переключайтесь. В общем, друзья мои, сейчас, если вы помните, в Польше мы катались на велодрезине. А здесь мы поедем на этой штуке. Барашки, барашки. Я могу, наверное, стоя, смотреть на гуку. Охренеть. И сейчас мы тепловоз пофоткаем. Сережа, ай, иди помоги мне, пока не наваляли нам. Ну, я вставать стал, немножко задел ее. Ну, ты вообще... Давай, аккуратно пока тут там. Вот. Все хорошо? Криво, Сережа. Благодарю, месье. Ага, вот так? Все нормально? 4 есть. Я не знаю. Ах ты, какая незадача. Да, вот так бывает. Одно неловкое движение, и вагон пошел по бороде. Ладно, дяденька не заругался. Давайте, короче, пока не поломали еще что-нибудь, закончим этот ролик. Хотя нет, погодьте. Давайте восстановим напругу, а то я еще что-то хотел сказать. Ну, наконец-то схема собралась. Вот смотрите, сейчас мы поломали вагон. А кто виноват, мы? Нет. Виноват производитель. Вот тебе и весь сказ. Была бы премиум компания. Ну, тут же Евротрейн. Такого бы не произошло. Инфосотка. Ведь это единственный в России производитель локомотивов в 87-м масштабе. И не только локомотивов. И вообще, Евротрейн молодцы. Сумели объединить под одним брендом и макетную студию. И сеть магазинов для моделистов. А также производство масштабных железнодорожных моделей. В том числе и по специальным заказам. Вагоны. Они делают и вагоны. Вот вам, к примеру, грузовые платформы, фитинговые, с контейнерами. В одном наборе покупатели получают сразу две платформы. Разумеется, в 87-м масштабе. И сразу обратим внимание, что рамы вагонов сделаны из металла, а не из пластика. Это к вопросу о сломанном девайсе. Фитинговая платформа, друзья мои, не простая, а специализированная. Предназначена для перевозки крупно-тоннажных контейнеров. Она оборудована специальными упорами для их крепления. Фитинговыми упорами. Отсюда и название платформы. А контейнеры обычно бывают либо 20-ти, либо 40-футовые. И наша платформа способна брать на борт за раз сразу два 40-футовых контейнера. Или четыре 20-футовых. Кстати, сами контейнеры на модели снимаются. Более того, Евротрейн выпускает платформы двух разновидностей. Обычные и фирменные. Компания «Русская Тройка». Давайте подивимся на модели поближе. Вот они, модели в сборе, вместе с контейнерами. Упаковка модели. Как раз хорошо видны контейнеры 40- и 20-футовые. А вот фитинги снизу, с помощью которых контейнеры и крепятся к раме платформы. Много всяких интересных надписей. Колесные пары тоже металлические. Да, Евротрейн всегда отличал профессиональный подход к выпускаемой продукции и высокое качество сборки. Все модели, включая эти, имеют прекрасный ход. Отлично проходят даже радиусные кривые и весьма достоверно смотрятся на любом макете. Теперь и мы можем приобрести свой контейнерный поезд. Для этого можно посетить магазины в Москве, станция метро Трубная. Это самый крупный магазин. Или станция Маяковская. Там тоже много интересностей. А питерских джентльменов всегда ждут в магазине у станции метро Технологический институт. Ну а если ты, друг мой, живешь в другом городе или даже стране, не расстраивайся. Интернет-магазины в помощь. Ссылка на официальный сайт компании Евротрейн, конечно же, будет в описании. Спасибо. Разумеется, спасибо и джентльмену, который смотрел наши каракули. Пусть он только проверит, подписан ли он на канал. И черканет хоть коммент какой-нибудь, прям не знаю. И на стримы заходите, там лампово. А во второй части увлекательного трипа по музейке будет представлен, ну, чистый паноптикум. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео.